Поздравляем с призовым местом. Какие сейчас эмоции? Проката меня недовольна. То, что получилось занять место, это, конечно, хорошо. Но еще очень много работать надо, особенно в производнике. А что не получилось? Если так программу разбирать, а за что можешь уходить себя наоборот? Не получилось сделать два прыжка. Это вот клипка, я с ним бы упала, и вот с этим. На этих сторонах хорошо получилось сделать дорожки, вращения. Это больше как бы болит. Вы приболели немножко или от волнения так? Голос? От волнения немножко. Давали когда-нибудь раньше интервью? Да. А сейчас вот вы выходили на лед, все-таки была цель такая сбить с третьего места и самой в тройку попасть? Или просто стояла задача откатать четко, без падений? И не целились пока в тройку? Была задача откатать, все чисто сделать, как я могу, в принципе, делать. Но что-то сегодня, что не так. У нас сейчас на душе больше преобладает радость от попадания на подиуме, но все-таки грусть из-за того, что у нас все получилось в прокате. Ну, 50 на 50, можно так сказать. А насколько я понимаю, ты занимаешься у Кирилла Анатольевича не так давно или давно? Нет, не так давно, я только с июня к нему перешла. А можно сказать, как до этого-то калира складывалась, чтобы побольше от тебя болельщиков узнали? Где до этого занималась? До этого я занималась в Пермском крае у Ольги Сергеевны Старцевой. И с ней я была с самого начала. Мы в том году ездили на чемпионат России, там я заняла 15-е место. И только в этом году перешла к Кириллу Анатольевичу. То есть жила в Перми раньше, получается? А сейчас в Петербург приезжаю? Семьей вместе? Да. Ну, удачи тебе на следующих снях, спасибо большое. Мне очень приятная такая поддержка, тут невероятно все очень-очень поддерживает. И все размынка, мне очень приятно. Спасибо большим болельщикам. Больше не хотелось бы ничего комментировать. Вообще ничего. Даже может быть? Ты удивилась сейчас на лед? Да, я не знаю, почему он вышел. Не испугалась? Ну, просто упала бы, страшно, что... Людям не очень удобно без коньков. Просто его сейчас вот уводили, типа нельзя как-то, не знаю, вступиться за ним. Он же типа хотел там... Я не знаю, я не буду вмешаться. Александра, вот раньше вы очень переживали свои падения, после этого неудача прошла. Сейчас вы выходите с улыбкой и получаете удовольствие от самой жизни, от самого выступления. Вот что повлияло на изменение такого мировоззрения, если не секрет, конечно? Олимпиада? Про нашего первого канала ничего, да? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за субтитрение. Соф, ну какие итоги можешь подвести по итогам этого выступления? Ну, я рада, что я смогла выдержать этот прокат. Откатать последний. Для меня это была тоже небольшая цель, чтобы я говорила, что в Сочи я последняя, как бы, ну, не привыкла катать. Тут я решила, что вот произволь, я должна обязательно выдержать и откатать последний. Как бы там долго не пришлось себе стоять и ждать. Вот. Сальхов, ну, немножко, я думаю, что я немножко не уверена на него пошла. То есть надо было немножко под напористеть. А каскад последний, мне кажется, я чуть-чуть подрасслабилась. Я уже там ехала мимо тренер, пошла с улыбкой, такая, надо было, наверное, немножечко успокоиться и вот его доделать. В целом, если не практично два элемента, я рада. Говоришь, надо было выдержать прокат, то есть какие-то были сомнения? Нет, сомнений не было, просто, ну, это нелегко все дается. Как бы, ну, ты идешь на произвольную не так, что типа, ой, я сейчас там отъеду и пойду. А, как бы, и эмоционально тяжелее, потому что ты последний. И физически просто, как бы, тяжело не просто, как бы, мне тяжело сейчас, а, в принципе, я имею в виду, произвольную нелегко катать. В целом, этап в Самаре все равно удался лучше, конечно, чем в Сочи. Какая психологическая работа была проделана? Потому что понятно, что после сочинского проката, наверное, преодолеть вот эту внутреннюю психологическую, какой-то барьер был, наверное, очень сложно. Ну, я особо как-то об этом даже не думала, то есть у меня этап в Сочи прошел, ну, прошел, да, там, коротко совсем не удалось. Вот, а, ну, дальше никакой работа, была работа на льду, то есть, вот, повторение, повторение, чтобы стабилизировать. Просто для меня еще очень странно, я Лус Риббергер, как я уже всем говорила, я его прыгала и в коротком тренировку, то есть, в коротком у меня не получается, а в произвольной после стольких элементов получается. Для меня это пока что загадка остается, я этого не понимаю, но думаю, что когда-нибудь я пойму. А в связи с этим как-то его в короткой переставить? Может быть, перед ним побольше она пройгла? Ну, не знаю, возможно, как бы. Ну, я думаю, что просто нужно... Я к произвольной просто, возможно, спокойнее подхожу, чем к короткой, так как больше элементов, у тебя больше шансов, если что, выкрутить. Вот, я думаю, что к короткой тоже надо спокойно подходить. Какие вообще планы в дальнейшем? Прыжковый турнир будешь участвовать, да? Я пока что не знаю, ничего насчет прыжкового и так далее. То есть, пока что мы... Ну, просто работать. Пройдем, да, на тренировку, будем работать. Отключать. Как вам удается отрешиться от нагнетания страстей, когда вас чуть ли не лбами сталкиваются с партнершей по группе Сашей Трусовой? Ну, мне просто иной раз... Я думаю, что и мне, и Саше не хотелось бы, чтобы нас в одну девочку делали. То есть, Саша Трусовой – это один человек, с офисом отделка – это другой человек. То есть, когда нас сравнивают по каким-то критериям, возможно. То есть, никто не отрицает, что это прямо делать нельзя. Но когда прям совсем, ну, сводят, это как бы, ну, может быть неприятно. Ну, дает вам отрешиться от этого? Ну, меня это абсолютно, ну, как бы не сбивает. Ну, ты рада, что ваша команда здесь забрала первое-второе место, дубль, так скажем, на форме? Да. Я очень надеюсь на наших мальчиков, что все будет хорошо. Будете болезнен на трибуне? Да, обязательно. Отмечать будешь как-то победу? Нет. Думаю, что я приеду домой, обниму свою салатку, маму плавку. Ну, может съем что-нибудь вкусненькое. Да, и на тренировку. А призовые родителям? Я пока что не знаю. Я вот открою секрет. У меня папа был день рождения, 18 февраля, ноября. Вот, то есть, два дня назад. И я когда получила первое призовое, у меня прям вот была цель, еще два года назад, что вот когда я получу какое-то количество, я обязательно папе хочу подарить телефон. Потому что у меня папа, наверное, года с 15-го ходит с шестым айфоном. Ну, то есть, вот он как вышел, все, вот он ходит, у него он уже, я не знаю, перемолтан скотчем, потому что, боже, телефон не работает. И я купила ему телефон, и вот на 18-го ноября, и мы говорим, ну открывай, и что там. И он открывает, такой телефон. То есть, для меня это было самое приятное, что я ему прям вот попала в точку и сделала такой вот подарок. Класс, это очень клевая история, милая. Спасибо. Спасибо, удачи. Удачи. Все? Перекур. Да.